В рамках нашего мастер-класса «Сексуальность. Пробуждение богини» я надеюсь, что ты найдешь время провести эту очень-очень важную практику. Она называется «Праздник просто так». Не жди особой даты, просто выбери день, достань самую лучшую посуду, хрусталь, нарядись и устрои что-то такое приятное, от чего улыбка до ушей и тело и душа просто млеют от удовольствия. Пофантазируй. Да, можно настроить себя просто за 10 минут, посмотрев какие-то смешные видео про котята, я не знаю. Негативные новости в этот день не смотри, не слушай совсем. И если какие-то тревоги и волнения переполняют, и ты считаешь, что это выше твоих сил, за пределами твоего контроля, я рекомендую записать их на бумажку и положить в специальную шкатулку для Вселенной. То есть это уже не твой список дел, а для Вселенной. То есть ты сегодня можешь расслабиться. То есть что в этот день можно сделать? Можно просто посмотреть на себя в зеркало, или даже без зеркала, просто обратиться внутрь себя, напомнить себе. Я Афродита, я богиня любви и богиня удовольствия, богиня красоты. Я неотразима. То есть проснулась утром. Привет, красотка. То есть этот день, он легкий, он создан для удовольствия. Устрой себе именно праздник просто так. То есть это тренировка вот этого желания желать, удовольствия от жизни. Придумай себе повод для тысячи улыбок. То есть улыбки могут быть совершенно разными. Таиланд, например, называют страной тысячи улыбок. У них на все случаи жизни есть какая-то улыбка. Ты можешь улыбнуться своим органом, даже своей левой и правой груди. Почему нет? То есть улыбки освобождают вот эти потоки, которые нам очень-очень важны. Ну, вообще на самом деле фантазии любые можно использовать в этот день. Какие-то сумасшедшие эротические приключения себе устроить. Можно принять ванну, да, лучше какую-то ароматическую с хорошими натуральными солями и эфирными маслами. Там несколько капель или настойками трав, которые тебе нравятся. Можно, да даже нужно в этот день прикоснуться к себе очень чувственно. Но не так, чтобы там быстро-быстро дойти до самых чувствительных эрогенных зон и быстренько оргазм получить. То есть смысл прикосновения в этот день в том, чтобы ты медленно и нежно испытала вот эти вот ласковые чувства, которые ты испытываешь, может быть, кому-то другому, да, то есть дать их себе, чтобы они потом изливались из тебя, как такой фонтан, да, сексуальной энергии. Поэтому подумай о том, как прикасаться к тем местам, да, к тем участкам тела, которые, может быть, обычно не достается внимания и любви. То есть это нужно делать как можно медленнее, наращивая возбуждение. Тогда на самом деле и сам оргазм в конце этого, да, упражнение в конце этой практики будет гораздо более ярким, такой будет фейерверк. Вот, поэтому не торопись, исследуй, найди какие-то новые точки, да, удивись тому, что, ой, оказывается, не всё знала о своём теле. Это твой праздник, поэтому пофантазируй и сделай его уникальным для себя. С праздником тебя, моя дорогая сестра-богиня! Я надеюсь, что ты получишь очень много удовольствия от этой практики. Продолжение следует...